Бездомный котик впервые за несколько месяцев смог открыть глаза. Внешне он был страшный, даже неприятный. К такому мало кто хотел бы даже притронуться, да еще слепой. Но когда этого несчастного котика спасли и привели в норму, он стал белоснежным красавцем. Назвали бывшего бродяжку Катоном. Его обнаружила на одной из улиц Флориды Кармен Вайнберг. Именно она создала группу добровольцев по спасению братьев наших меньших Animal Friends Project Incorporated. Компания стала широко известной благодаря своим добрым делам. Кармен даже прозвали ангелом-хранителем кошек. Худой, до крайности изможденный уличный кот еще мучился от чесотки. Также его поедали клещи. Вследствие этого очень пострадали его глазки, уши и вся голова. Слепой, не в силах найти еду, всеми гонимый, он одиноко бродил по городу и страдал от боли. Кармен, увидя это, пришла в ужас. Подхватила беднягу и привезла к ветеринару. Тот тоже был поражен состоянием животного. Разработал методику восстановления здоровья. Кармен накупила все выписанные врачом препараты и приступила к лечению и выхаживанию ничейного кота. Сытно его покормила. Подвергала обработке больные места антибиотиками, мазями, всевозможными гелями, кремами и еще маслом кокоса. На глазах бессиленная тельца животного выздоравливала. Кот перестал чесаться, вздрагивать, дрожать. Отрастала новая шерстка. Все это наблюдала американка и радовалась. С каждым днем коту становилось лучше. Наконец он смог осторожно приоткрыть свои глазки. А мы так боялись, что кот он ослеп навсегда, рассказывала позже Вайнберг. Ведь даже ветеринар сделал вывод, что наверняка его глаза повреждены безвозвратно. К счастью, это оказалось ошибочным. Полная метаморфоза нашего питомца стала ошеломительным подарком для всех из нашей команды. Причем глаза у получившего вторую жизнь котика оказались разными. Один ярко-голубой, другой золотисто-карий. А прозрев, кот он вмиг из робкого, немощного животного преобразился в активного, веселого, любознательного. Да еще какого красивого. В организацию Animal Friends Project Incorporated пришло много заявок на котона от тех, кто видел его фото. Но для Кармен, за время, когда она с ним возилась, спасала или леяла, он стал очень дорог. Женщина не в силах была расстаться с котоном, отдать на сторону. Да и сам котик к ней стал крепко привязан. И Кармен оставила его у себя. Был еще мотив. Женщина не хотела подвергать кота новому стрессу, который неизбежен при переезде в новое жилище. К другим людям, пусть и добрым. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.